Обитель преподобного Германа Аляскинского в горах Калифорнии. Из книги «Опыт постижения Америки» продолжим. Обители есть Калифорния в горке, где, видимо, образом зарежь благодать, земные ее не касаются скорби и до небес рукоподавец. Как удивительны и разнообразны порой человеческие судьбы, одними из первых книг, побудивших многих из нас после многоразличных духовных метаний в застойные годы осуществить осознанный выбор пользы православия, были прочитаны на одном дыхании книги романаха Серафима Роуза «Душа после смерти и православие и религии будущего». Это был глоток свежего воздуха в душащей атмосфере мистики и оккультизма, отравлявшая интеллигенции 80-х годов на господном XX веке. Особенно удивительным было то, что автор этих книг «Американец» после долгих духовных исканий, пройдя через дзен, конкуцианство, йогу, обрел себя в православии. Почитав книги, узнав о тернистом пути, избранном этим подвижником, и романахом Серафимом Роузом, многие из нас очень полюбили отца Серафима, за искренность и бескомпромиссность его строго делания, однако вряд ли кому-либо в голову приходило, что наступит время, и можно будет побывать в легендарной платье, монастыре, основанном этим подвижником. В сознании большинства людей в советской эпохе устойчиво сформировался образ Америки, как безнадежно далекой враждебной страны, проникнутой духом сатанизма. Однако милостью Божией в железной зоне спал, и несмотря на известные трудности, невозможное стало реальным. Вообще-то, православная Америка потрясает. Сколько монастырей и храмов на Восточном побережье, очаги православия Джабангельский, Свято-Троицкий, Свято-Техановский монастырей, с их мощными издательскими ресурсами и духовными семинариями, в которых обучались многие иерархи зарубежной церкви, уютная Новодивеева, Новокоренная постынь, обители и храмы Нью-Йорка, Филаделии, Вашингтона, Кливленда. Душа исполняется тихой радостью, как ты видишь, как бережно сохраняются в далеком зоокеанском краю православные традиции. Но еще больше впечатляет Тихоокеанское побережье, мощи святителя Иоанна Шенхайского, Сан-Франциско, обители в Монтоне, Калистоге, Сан-Торосе, Сан-Пауло и, наконец, Платину. Как добраться к обители? От Сан-Франциско ехать совсем недолго, в каких-нибудь 5-7 часов. Это нам, привыкшим к удивительно многочисленным переездам, показалось крепкой прогулкой. Да и природа в этих местах неповторимая. Высокие крутые горы, укрытые лесами, необъятные горизонты и узкий серпантин дороги. Красота неописима. Оживая в ином смысл исполняются строки ступеть от столма. Боже мой, правый, святый, безграничный, ты обречен несказанным величием, ты одеваешься светом, как визин, над океанской цветой капризной, купол небес, как шатек, простираешь, светлый чертов, как покровы, раскрываешь, облаком призрачным на колеснице, на крыльях ветров стремительным чищным. Выше нас только небо. Машину слегка подбрасывают на крутых поворотах, но это совсем не страшно. В таком необычно красивом месте просто не может произойти что-то плохое. Да и после крутых серпантинов в Британской Колумбии вообще вряд ли что-то нас может не пугать. А когда после очередного головокружительного подъема слева от дороги взору открывается монастырь, душа, кажется, устремляется в небеса, забрется изумление и путник случайный, увидев непознанный дивный мир, приоткрывает заветные тайны Святого Германа монастырь. В вечность плетается звонково-окольный, тихо зарек ликает заря, тайны скрывают от глаз недостой, строгие стены стырят. Обитель подписает. Святые врата, на которых написано название обителя, кажутся вратами небесных жит. Умеляет дивная белая цельфель с золотыми куполами, которая вначале кажется маленькой, почти игрушечной. А золото просвечивает сквозь зелень высоких сосен, и от этого становится особенно радостно. Воздух свежий, чистый, чувствуется умиротворяющая сильная прохлада. Признаться, мы все-таки несколько напряглись, поднимаясь сюда. Укатали, как говорится, силку крутые дурки. Зато сейчас особенно приятно осознавать, что выше нас только небо. Храм, как береза, светлый, белый, устремленный к небу. Архитектура вообще напоминает Воламскую, времена Нагумена Назария. Стены белые, иконы не отличаются роскошью. Убранства такие же скромные, эстетичные, как и все на территории обители. Где-то в нише окна ковокольни уютно разместился код, предварительно продюсерировав перед нами. Как и одинаково везде. Нас гостеприимно встречают Бродону, который провожает на скелью, где мы будем ночевать и договариваться о времени проведения экскурсии. В Келеме место ночлега называется, можно сказать, что очень большой натяжкой. Это крохотная, пробываемая всеми ветрами, в лесной домике, прилепевшаяся к склону гор. Ей, правда, страна приемница. Она находится за пределами обители, и в ней все так же просто, сурово и эстетично. Деревянная кровать, это мотканное покрывало, садовство на улице. В Америке встретить такую строгость химической жизни практически нереально. Здесь даже в монастырях привыкли к определенным удобствам. К примеру, находящийся неподалеку отсюда монастырь преподобную Анашу Айску Монтунь, принадлежающий юрисдикции Православной Церкви Америки, где мы так же побывали, был обустроен значительно комфортнее. Но нам, паломникам с многолетним стажем, привыкшим, если нужно спать в храмах на полу, такая строгость по душе, ведь все осталось так, как было во времена Анаса Ассерафии. И это радость. Звездная полночь спасения пророчит, кроны деревьев трепещек лесной, таинством дышит безмолвая ночи, души питая молитвой живой. Услыша же нас, преподобный Герман, да внемлет тебе милосердный Бог, помощником будь нам надежным и верным на всех трепещиях берет дорогу. Нисколько не смущает тот факт, что служба в храме идет на так называемом сакральном английском языке. Все настолько понятно, что не возникает ни малейших затруднений, поскольку ход богослужения совершенно не отличается от привычного нам. Те же тени, последования вечерние, утренняя полуночница, божественная литургия, херувинская, евхаристичный канон, причастия, языкового барьера практически не существует. Да и некоторые возгласы произносятся на церковном славянском, возможно, из уважения к паломникам. Кстати, некоторые братья понимают русский, даже разговаривают о нем. К примеру, брат Дональд, с которым мы крепко подружились и встречались всякий раз, когда приезжали еще. Несмотря на строгую монашескую жизнь, насельники обители гостеприимны, общительны, мировознательны. Но же насколько общительны мы, можете только догадываться, готовы распахнуть объятия всем, даже собакам. Кстати, с оба здесь тоже замечательно. Нас приглашают в трапезную, где мы, напитавшись ранее духовной пищей, с удовольствием укушаем телесную, которая особенно вкусна, под монотонное чтение житийной литературы. А потом услождаемся беседой с наместником, отцом домостримым и сын сыном, одним из наиболее колоритных монахов из всех, кого мы знали. Разумеется, не обходится без сын. Немного истории. Монастырь Святого Германа основан в 1963 году по благословению святителя Анашанхайского Максимовича. В православном мире он широко известен благодаря своей издательской деятельности и личности его основателя, монаха Серафима Роза. Земля для будущего свято-германского монастыря была приобретена в 1967 году отцом Серафимом Роузом и отцом Германом Подмашенским, в те времена Евгением и Глебом. Созданное имя братство находилось в резиденции РПСЗ. Сейчас-то монастырьский церковь Ксении находится в резиденции терпского патриархата. В монастыре сохраняются деревянные кельи отца Серафима и несколько ранних деревянных построек. Но большинство монастырских строений было возведено уже после смерти отца Серафима в 1982 году. Монастырь не кален тем, что там почти нет электричества, есть только солнечная батарея для каких-то особых нужд. Молятся при свечах и лишь сравнительно недавно пробурили скважины для воды на территории обители. Братья живут в крошечных деревянных домиках, разбросанных на склонах гор. В жилище немного напоминают обиталище кавказских пунктов на жители. В монастыре устроен по Валаамскому уставу и стиль жизни тут тоже Валаамский. Все очень просто, без излишеств. Нет водопровода, нет электричества. Братья живут в маленьких кельях, построенных из дерева и буквально прилепившимся к горному склону. Бродону, владеющий русским языком, с радостью показывают окрестности. Его послушание – встречать и размещать паломников, а также проводить экскурсии. Несмотря на смирение и скромность, он очень привитлив, интеллигентен и доброжелателен. Очень интересуется христианской литературой, подвижниками благочестия, умным деланием. С двумовьем, внутренним трепетом рассказывают о том, как побывал в Почаевской лавре, интересуются новейшими изданиями. Это нас очень сблизило. Вместе мы идем к могиле отца Серафима Роза, и здесь батюшка служит лететь. В могиле келья отца Серафима, подвижника земного скромный приют, в обители духом живет унизримо, насильник и память подвижника чтут. Путем аскетическим, трудным, но верным ведут перекрестие нелегких дорог, святой монастырь, преподобного Германа, водитель, темно, скресил меня вон. Даже сосны здесь необычные, у них совершенно мягкие иголки, здесь все мягкое, трава, солнце, ветерок, цветы, да и сами мы становимся лучше, чище, добрее. Это потому, что здесь живет любовь, и каждый может ощутить на себе ее животворное воздействие. Внутри келья крошечного, совершенно незатейливого деревянного домика с огромными щелями, не закрывающимся окном, простые фоны, скромная эстетическая ложа, деревянная скальяна, которая спала отец Серафима. Здесь все оставлено, как было при его жизни. Создается устойчивое ощущение, что он где-то здесь, рядом, трудится или молится, и вот-вот вернется в глубокое жилище. Но время идет, и с глубокой тоской сознаешь его необратимость. А Тес Серафим покинул бредный мир, и там небесных обители молятся за нас. А недавно, в оточинке щитомерек, к нему присоединился его самолитвенный брат Германа. Иконы, перед которыми он молился, которые читал виды из окна, которые вдохновил нас на удивительное творчество. Как же замечательно было при батюшке Серафиме, если так благодарна даже сейчас. И ведь какие из того нужно было молиться, чтобы совсем не замечать тесноты и крошечной кельи, огромных щелей, незакрывающиеся окна, через которые даже сейчас основательно дуют. А ведь зимой угорах может быть по-настоящему холодно, и снег можно сыпать келью практически доверху. Монахи шутят, что зимой, пока горячий чай нальют кружку, пока до рта донесут, он уже остыл. Пару раз мы бывали здесь поздней осенью. Ночами, нужно сказать, обстановка весьма бодрящая, и спасает лошадь, или шубокая печурка, которая к тому же сильно дымит. Но зато какие огромные, сказочные, красивые звезды горят надобительными. А еще мы несколько раз видели оленей. Правда, в фотосессии участвовать они не особенно стремились, и на почтистом расстоянии сопровождали нас до самой страноприемницы. Они здесь довольно частые гости, да и в других монастырях тоже. Чувствуют благодать божьей твари, знают, что не поднимется рука даже у заятлого охотника в таком святом месте. Удивительная игра слов. Словом «сел» в английском языке усваивает не только кельню, но и веночную камеру в месте заключения. Только в данном случае заключение добровольное, Христа ради. Поэтому, говоря по-английски «сел», паратонный улыбается и поясняет, что здесь совсем не тюрьма, а самое, что не на ней, настоящая свобода. И это чистая правда, от того и на душе так радостно. Мы ведь живем совершенно в другой мире. Не настолько запутались в лабиринтах лукавства, и до распредения их двоедушия, окружили себя совсем ненужными вещами, что не заметили, как утратили дарованную на полу свободу. Вот как скромно, без эстов, погребают усовшенные братья. К смерти здесь относятся с уважением, как к некоему сакральному действу, но абсолютно спокойно, как на пусте в жизни вечно звучат водители, последние, не отпущающие, личные вампаде, скромные дружники, именили Господа. А начиналось все так. Летом, 1961 года, чтец Глеб Подмашенский, только что окончивший семинарию в Пресвято-Троицком монастыре в Джернамбиле, Глебском, который был тогда непокойный, близко поверьте, возымел благочестивое желание посетить святые места Аляски, где когда-то подвязался преподобный Герман. Владыка благословил Подмашенскому задуманное начинание, надея письмом, которым рекомендовал как кем-то сном миссионером и просил оказывать ему максимальную поддержку. Это дало возможность молодому подвижнику познакомиться и наибойти в общение с отцом Герасимом Шмальцев, с которым он проводил время многочасовых беседок, читая книги, которыми снабжал его отец Герасим, и молящий сон непреподобного Сергея Германова амских подвижников, Глеб обрел цель жизни и служить памяти старца Германа. Он был хорошим и тонописцем, и отец Герасим по возвращению Глеба к Жатанвиль, и владыка Верхии благословили Глеба написать уклону преподобного Германа, хотя старец еще не был прославлен в реке. На пиконе была помещена святитель Мяном Шенхайским и Сан-Францисским в алтаре часовня святителя Тихона в сиротском доме, где служил владыка. Владыка Иоанн также благословил подмашенством создание братства преподобного Германа. Братство было основано в 1963 году щецом Глебом и его соратником, будущим отцом Сарахимом из древних розов в Сан-Франциско. Когда отец Герасим узнал об этом, он послал братству первое им полученное пожертвование в 25 долларов. Он также переслал братству старинную медную икону Богородицы, найденную на берегу Лагоны. Отец Герасим считал, что эта икона когда-то принадлежала преподобному Германа. Когда в 1969 году братство основало монастырь в горах Северной Калифорнии в Платине эта икона, так же как и икона написанная в 1962 году братом Глебом, были перевезены на Новую Алину после Виловы. Вскоре трудами и молитв монаха Вплатиной был возрожден Новый Виламский Мостырь на Виловом на Аляске. Преподобный Герман обрел на Аляске некое подобие Виламу, который очень любил Вилову Усту, православное дело его на Аляске живое до сей день. А ведь и вправду напоминает Виламу, такие же камни, такие же вековые деревья, суровый мир Севера, преображенный молитвой. Так, со времен преподобного между старым Виламом на Русском Севере и новым Виламом на Американской Аляске потянулась маленькая хрупкая ниточка, которую нужно было сберечь. Издательская деятельность Еще раньше, в 1965 году, был создан журнал «Православное слово», сыгравший важную роль проповедей истинной веры. А в 1970 году брат Глеб был пострижен монахи с именем Германа. Много лет спустя он стал игуменом монастыря преподобного Германа платья. Братство возобновило журнал «Русский паломник». В формате и шифре старого древолюционного издания журнала он был напечатан в монастыре в горах Калифорнии без использования электричества на примитивном старого образца полиграфичном станке. На обложке журнала была икона преподобных Сергея Германа Виламских. Журнал рассказал о старом Виламе людям России совершенно другого времени. Последующие выпуски «Русского паломника» мгновенно разлетались по всей России. Православной литературы тогда не было, а голод духовный был невероятным. С 1985 года платини с уходом виной мира отца Серафима начались с возможной нестроением, а в 1988 году егумен Герман Подмашинский был решен санной насильнике платины связались с неканомической группировкой. Милости Божьей в начале 2001 года братья свято-германской пустыни поняла свое неканоническое положение, поняла, что много лет ели по неположенному пути и начался поиск пути к регулированию статуса. Ранней весной 2001 года братья обители была принята в общение в Севскую православную церковь. Последние годы жизни отец Герман долгие годы бывший главным редактором издателем журнала «Русский паломник» пребывал на покое платье по мере возможностей пока позволяло здоровье посещая Новый Влаам отошел ко господу 30 июня 2014 года возраст 80 лет. Брат Доновт открыл дверь печатного домика, где отец Германа и отец Серафим иногда печатали православные книги и журналы без электрички использовали натипные полиграфические машины. Иллюстрации были вырезаны на деревянных блоках и ленотипы и деревянные блоки до сих пор там. Все это делалось тогда, когда уже были современные печатные ножницы. Сейчас монастырь печатает литературу более современным методом, а старый печатный дом оставлен так, как и был председ Германа и отцы Серафим двух подвижников православного дела в это будущее. И ведь будущее настало, что удивительно, осталось одно, спасаться. В православном значении этого слова кто имеет уши, тот услышит. Много разбывали мы позже в Платине, всякий раз получая огромную духовную радость, но воспоминания о самом первом посещении навсегда остались в нашем сердце. Продолжение следует. Оставайтесь с нами. Ваша Татьяна Лазаренко и Александр Кириленко. Продолжение следует... Субтитры создавал DimaTorzok